Сейчас мы в прихожей, ту, которую я немножко урезала. Появился вот этот вот угол, которого раньше не было. Дверь стояла на том же уровне в кухню, как и дверь в одной из спален. Дверь здесь другая, отличается по оттенкам, потому что хотела сделать ее со стеклом. В коллекции шале вот этих дверей не было стекленной двери, поэтому я сделала везде одинаковые наличники, ну и дверь тоже вот в цвете наличников. Другая коллекция, но смотрится она тоже здорово. Высоту дверей я сделала 2,30. Визуально это вертикали, которые вытягивают, поднимают потолок. А входную дверь мы не могли сделать такой высоты, потому что все двери на площадке одинаковой высоты. Поэтому я применила вот такую историю, называется это «Dessus du Port». Слово французское, пришло оно из классики к нам. Да, то есть я подняла панель на ту же высоту для того, чтобы выровнять все двери. Получилось, на мой взгляд, симпатично. Ну, это нечасто встречается, когда мужчины внимательны к тому, что их окружает, к интерьеру. Поэтому для них старалась сделать прихожую комнатой. Здесь помимо утилитарной функции, ну, собственно, шкаф, да, для одежды, для обуви здесь. Тут полки, ящики. Ну, понятное дело, здесь есть зеркало и такой очень симпатичного цвета и достаточной высоты пов, чтобы можно было обуться. Но здесь я еще применила такой вот стеллаж для декора. Ребята, понятно, любят путешествовать, они привозят какие-то декоративные штучки. Их нужно было где-то размещать. Здесь этот стеллаж хорошо видно из кухни-гостиной. Он огибает угол и, собственно, вот чтобы здесь не было никакой заглушки и было куда разместить красоту, мы сделали такой вот классный стеллаж. Цвет этого стеллажа я сделала такой же, как и наличники у дверей. Мне тоже, Оля, очень нравится решение. Это со шкафами, которые огибают угол. И не первый раз встречаем, просто в последнее время стали видеть чаще. Это реально удобно и берем на заметку все, да? Эти шкафы выполнены на заказ. Сделала столярная мастерская частная, а ручки я покупала на Азоне. Потому что чаще всего это такое недешевое удовольствие. Поэтому либо на Али, либо на Азоне, чтобы немножко все-таки финансовую нагрузку снять с заказчика. То же самое касается этих постеров. Мы заказали на Алиэкспресс. А здесь я просто отнесла их в багетную мастерскую на Махабрамиле. Так лаконично, очень симпатично. Но этот постер выполняет еще и функцию одну. Он спрятал датчики теплого пола для ванных комнат. Потому что постоянно им пользоваться не нужно. А они такие стоят. Два элемента не самых красивых. Поэтому ее легко снять, выставить нужную температуру и повесить снова. Здесь есть еще один технический шкаф. Он для пылесоса, для гладильной доски, утюг и бытовая химия, которая нужна в ванных комнатах. То есть я прям все время упираюсь и продумываю, чтобы нигде ничего такого. Хост бытового, который портит интерьеры, не стояла, стараюсь все это дело спрятать. Ну и еще понятно, почему ты так сделала. Потому что два маленьких санузла ты, наверное, максимально старалась сделать там как можно больше места. И было бы странно еще туда городить хранение. А тут, пожалуйста, на выходе все есть. Супер. Хранение одежды у нас в гардеробной комнате. Она получилась довольно большая. Она выделена из комнаты большей, из спальни. Ребята только переехали, поэтому пока еще это не сильно заполнено. Ну и, соответственно, не так, чтобы разложено. Вот. Здесь есть сушилка, потому что не всю одежду можно сушить в сушильной машине. Корзина для белья тоже здесь. И пока еще остатки от ремонта. Тебе сказали, как будут они делить свой шкаф? Например, там, половина для одного, половина для второго. Как вот все здесь распределится? Нет, они довольно дружные ребята. Я ни разу не видела, чтобы они эти воды пытались между собой поделить. Поэтому я думаю, что они этот вопрос как-то решат. Ну а потом в перспективе, если эта квартира останется для одного из братьев, для семьи, я думаю, что здесь мест более чем достаточно для того, чтобы хранить одежду не только мужскую, но и женскую, и детскую. Есть секреты здесь, как ты сэкономила? Секрет заключается в том, что вся система вот этого хранения – это Леруа Мерлен. И когда мы с ребятами поехали в Леруа Мерлен для того, чтобы ее заказать, они так морально подготовились. И когда нам выдали сумму в 30 тысяч рублей, это уже, по-моему, было и с доставкой, и с установкой, они говорят, ну мы так подготовились где-то тысяч на сто, а тут вот раз вам такой приятный сюрприз. Когда мы обсуждали вопрос бюджета, я говорила о том, что на каких-то значимых вещах, вот тот же шкаф, например, угловой этот, он большой, его видно практически со всех сторон. Он должен быть красивым, он должен быть эстетичным, потому что он попадает постоянно в поле зрения. На гардеробных комнатах можно экономить, вот, в том числе вот так.